Всем добрый вечер! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас на очереди карта, которая называется Императрица. Давайте так, чтобы не ходить долго вокруг да около, сразу будем потихоньку двигаться к тому, чтобы рассматривать конкретно эту карту. Как я уже и говорил, у нас в коллекции этой колоды содержится 26 гравюр, которые посвящены библейским сюжетам. По второй по счету у нас получается Императрица. Давайте сразу мы переместимся в эту карту. Вот сейчас уже видно, как выглядит эта карта, которую сделала компания Лос Карабаев. И видно ту часть гравюры, которую они использовали. И тем самым выделили совершенно какого-то определенного персонажа, девушку, судя по названию императрицу, судя по ее одежде. Мы также понимаем, что это непростая особа по всему окружению, по прислуге и по всему антуражу, который происходит вокруг нее. Но также, коль мы смотрим на гравюры Густава Дере в полном размере, то мы понимаем, что это не вся картина. И некая обстановка антураж, она должна нам раскрыть какие-то дополнительные детали. Мы видим, что она находится не во дворце, она не окружена какой-то пышнотой и роскошью. И кроме того, что есть рядом какие-то слуги, в общем-то больше ничего не говорит о том, что это царская особа. Особенно, когда мы смотрим на то, что у нас изображение черно-белое, и сложно здесь передать великолепие каких-то тонких тканей, одежд, наличие золотых украшений и какой-то золотой диадемы на голове, предположим. Но все же. Так. Что я хотел сказать? Что я хотел сказать? Давайте с чем мы начнем? Кольт у нас библейский сюжет. Давайте мы сразу и погрузимся в библейский сюжет. В принципе, если вы смотрите эти лекции по порядку, то вы уже знаете о том, что данная гравюра, она присутствовала в предыдущей лекции, которая была посвящена магу. Как мы уже знаем, маг – это выросший Моисей. Вот этот самый маленький мальчик, младенец, который находится в корзинке, это и есть тот самый Моисей. А императрица в данном случае, либо девушка, которая является фрагментарно главной героиней вот этого небольшого события – это дочь фараона. Но давайте почитаем, что о ней говорится в Библии. Да, все равно накидаю чуть-чуть контекста на предмет того, почему, собственно, этот маленький мальчик еврейского происхождения оказался в корзине и в чем причина. Дело в том, что израильтяне, как народ, как отдельная нация, проживали уже много поколений, много сотен лет в Египте. Они находились территориально рядом, жили, кстати, бок о бок с египетским народом и с другими племенами, которые были также там. Но дело в том, что они вели несколько обособленный образ жизни. Они еще с древних времен, которые идут от Авраама, Исаака и Якова, заключили завет с Господом, со Всевышним, и поклонялись Ему одному. Как такового идолопоклонства у них не было. То есть они признавали одного единого верховного владыку в своем большинстве и совершали Ему поклонение в той мере, насколько им заповедал Господь через патриархов того времени. Почему вообще так случилось, что израильтяне оказались в Египте? Дело в том, что Авраам, родивший Исаака, Исаак, родивший Иакова, у Иакова было большое количество сыновей, и младший из них по жестоким стечениям обстоятельств был кронан своими братьями в рабство, вывезен в Египет. В Египте он снискал благоволение во дворце и вознесся на достаточно высокую должность. Он занимал видное положение в египетском государстве. И когда случились проблемы у его семьи, да и в целом он просто взял и перевез всю свою семью в Египет. И со времен Авраам, Исаак, Иаков, Иосифа, со времен Иосифа они там жили, размножались, увеличивались в количестве и чувствовали себя просто замечательно, как полноценные соседи египтян. Но так было не всегда. Закончились замечательные хорошие времена, и те, кто знал о великих заслугах Иосифа, о том, что он был великим человеком, и что он достаточно много сделал для египетского государства, несмотря на то, что он до сих пор поклонялся единому Богу, и не разделял веру египтян, но это не умаляло его заслуги. Ну, умерли те правители, закончилось то славное время, и мало-помалу египтяне стали напоседать на израильтян, как вот об этом говорится в Библии. Восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. Значит, тогдашние правители фараоны, они видели, что израильтяне увеличиваются в количестве в числе, и в какой-то неприглядный момент они могут соединиться со врагами и просто либо напасть на них, либо, как говорит сам фараон, выйти из земли нашей. То есть, видать, была какая-то доля выгоды того, что израильтяне находились там. И, значит, случается так, что поставили над ними начальником работ, чтобы они изнуряли израильтян тяжелыми работами. Также говорится о том, что они построили фараону два города, Пифон и Рамсис, это города для запасов. Я вначале выделил их отдельно, и собрал о них информацию по поводу того, что это за города. Вот кто захочет, может потом прочесть этот текст, но я сейчас отдельно на нем останавливаться не буду. Захотите, заскрините, остановите на паузе и посмотрите потом, что они собой представляют по историческому значению. Двигаемся дальше. «И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя шифра, а другой фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщляйте его, а если дочь, то пусть живет». Этого было мало, что по большому счету египтяне, они установили полный и тотальный контроль над евреями и по сути их поработили, заставляя их строить города, заставляя работать для них как в поле, так и на возведение городов. Этого было мало и понимая, что все равно народ продолжает увеличиваться в количестве, где-то мне попадалось в источнике, что на момент выхода израильтян из Египта только мужского населения насчитывалось около 600 тысяч человек. Достаточно внушительная цифра и если мне опять же не изменяет память, то это количество превращало в несколько раз жителей самого Египта. Достаточно много людей и по сути они занимали такое положение низшего слоя населения, рабочего класса, которого было большинство и они работали, как скажем, не так уж давно, несколько сотен лет назад, бесчисленные колонии ведущих европейских государств, которые были разбросаны по всему миру, вот эти самые колонии, они взращивали эти империи, которые находились в Европе. Но этого было мало, я уже говорю эту фразу наверное в третий раз и было дано приказание о том, чтобы убивать младенцев мужского пола, то есть рожденных мальчиков, для того, чтобы таким образом можно было стабилизировать демографическую ситуацию и прекратить по возможности рост населения евреев. Повивальные бабки, естественно, они не послушались этого повеления, они поступали хитро, говоря, мол, что когда мы уже приходим к еврейским женщинам, они не такие, как египетские, они намного сильнее, и, мол, они уже на ногах, они уже с ребенком, как мы можем убить, мы уже тут не вольны что-либо делать. И тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. То есть понимая, что с повивальными бабками ситуация не прокатила, он напрямую говорит египтянам, что при возможности любого новорожденного ребенка мужского пола среди евреев убивайте, ну, бросайте в реку. И совершенно небольшой теперь кусочек, который нас подведет плавно к тому, что мы видим на данной гравюре и на части этой гравюры на карте под названием императрица. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не могши далее скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. То есть, понятно, да? Мы сейчас уже видим предысторию этой ситуации. Родился мальчик, его полагалось умертвить, не имея возможности скрывать его больше, чем три месяца. Мама помещает его в тростниковую корзинку, пускает на воду. У этого мальчика есть сестра, которая стоит вдали и наблюдает, а что же произойдет с младенцем. Ну, понятно, что младенец не был просто выброшен. Младенцу был дан второй шанс, понимая, что его судьба решится двумя вариантами. Либо по воле Господа он будет спасен, либо он будет убит. И вот как раз второй, точнее, первый сценарий, чтобы он был спасен по воле Господа, и сейчас озерцает сестра этого маленького мальчика, можно не скрывать его имя, это Моисей, и будет наблюдать, что же с ним происходит. И вот, что происходит. Вышла дочь Фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери Фараоновой, не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь Фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь Фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери Фараоновой, и он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его. В общем-то и все, что можно было бы прочесть в Библии относительно данного персонажа. Не о том, как ее зовут, не о том, какого она происхождения, какой-то по большому счету период, какой был тогда Фараон, как звали ее отца. Словом, ничего, почти ничего в Библии невозможно прочитать относительно дочери Фараона. Вот все, что мы знаем, что это дочерь Фараона. Это даже не его жена, не его мама, то есть это молодая девушка, которая, ну, можно сказать, подросток в какой-то степени, а может быть, просто юная девушка. Ну, судя по фотографии, она, конечно, далеко не подросток, понятное дело, то есть она вполне себе сформированная девушка, которая выглядит взрослой. и что происходит? Происходит то, что она спасает сама того еще, не зная от смерти человека, который впоследствии приведет к спасению еврейского народа, но по большому счету к несчастью и гибели египетского народа. Вот такая ирония судьбы, делая добро вот здесь и сейчас этому человеку, она, совершая, конечно, перезнаменование и кромические происшествия, но делает плохо своему народу. И можно было бы, в принципе, уже закрыть обе эти книги и сказать, что на этом все, больше мы ничего не знаем, давайте мы как-то сами перейдем уже к тем значениям, которые в этой карте могут проиграться и что мы можем вытащить из этой информации. Ну, давайте вначале все-таки еще раз прочтем то, что написано в Библии и что нам может это сказать о персоне. Это у нас дочь ворона, то есть она выросла во дворце, естественно, она имеет все преимущества царской особы, то есть она облачена во власть, у нее есть огромное количество денег, может быть, бесчетное, она не является напрямую наследницей престола, потому что это право передавалось в большей степени по мужской линии, но мы с вами знаем, что и женщины также становились правительницами Египта. Я не силен здесь в истории для того, чтобы наверняка сказать, было ли это право наследования или это были какие-то хитрые козни уловки, не знаю я дополвенной причины, по которым девушки, женщины становились наследницами престола и получали право занимать эту руководящую самую высокодолженность в стране, но, тем не менее, чисто теоретически такая возможность у нее была. Сейчас, секундочку. Она девушка, само собой, да, как-то не странно, поэтому я почему об этом говорю, да, потому что дальше мы будем сравнивать эту карту также с традиционной колодой Артура Уэйта и нам на это стоит обращать внимание, потому что там мы немножко коснемся мифологии, там мы коснемся тех значений, которые Уэйт переводит в своей белой книжечке и то, что традиционно может проигрываться по этой карте. Здесь стоит обратить внимание на что? На те качества. Я уже говорил на прошлом занятии о том, что Библия по большому счету концентрат и здесь написано очень мало, но об этом можно долго рассуждать и это можно тему раскрыть. Вкратце сейчас я это сделаю самостоятельно, потом также заглянем, что я смог нарыть, накопать в англоязычных источниках. Понимая целым ситуацию в стране, понимая о том, что существует указ конкретный с самого верха, который исходит от ее отца, о том, что необходимо еврейских детей убивать. Мы слышим о том, что она не только обнаружила этого младенца, открыла корзинку, он начал плакать, но она также каким-то замечательным, чудесным образом смогла идентифицировать то, что это еврейский мальчик. Кто-то говорит о том, что ну понятно, потому что они еще от Авраама с Господом исключили завет на обрезание и тут было понятно, ну более три месяца прошло, а детей полагалось обрезать, я не помню, в течение, по-моему, недели. Понятно, что это еврейский ребенок, но пока пошли в интернете, я обнаружил, что и египтяне в то время, в той местности, понятное дело, где бы еще быть египтянам, они также своих детей обрезали в мужской области, понятно, поэтому такой вариант не проходит. Может быть, были какие-то иные признаки, но я думаю, здесь все вполне логично. Ну почему бы египетский ребенок ни с того ни с сего мог оказаться в воде, в корзинке? Что еврейских мальчиков убивали? Ну логично, что это еврейский ребенок, а не египетские женщины. Кстати, мне только что в голове щелкнула мысль, поэтому я так несколько замешкался по поводу того, помните ли, на прошлом уроке по поводу мага я говорил о прообразе Пасхи, что проливаемая кровь в Египте, Агнесов это был прообраз проливаемой крови Христа, только в Египте Господь вывел людей из евреев физического рабства, а Христос вывел людей из рабства греха путем проливаемой крови, то есть вот как бы две такие Пасхи, Иисус заменил Пасху первую с Пасхой второй. Так вот, я все это говорил, мысль немножко убежала от меня по поводу того, что по поводу детей, которых убивали. С Иисусом Христом была та же ситуация в детстве, когда вышло повеление о том, чтобы так же убивать всех детей, потому что Ирод, это тогдашний правитель иудей, иудейского царства, узнал, что вот мог, должен родиться по преданиям и по всем пророчествам сын от колена Давидова и который станет царем иудейским. И он, соответственно, приказал убить и тогда же Иосиф вместе с Марией они убежали в Египет. Так вот, заметьте, что сейчас происходящее в Египте по велению убивать мальчиков и чудесным образом спасается некий младенец, который спас как Иисус позже, да, вот Моисей спас хоть и не такой большой жертвой, но тем не менее спас евреев от рабства. Иисус, которого также должны были убить младенцем, который чудесным образом убегает в Египет, потом возвращается уже как спустя какое-то время царь иудейский, хотя люди ожидали, что он в прямом смысле станет царем земным и спасает человечество также от рабства, но греха. Вот такие моменты я проговорил, чтобы также в голове могли какие-то пазлики у вас складываться на будущее. Возвращаемся к тому, о чем я говорил. Понимая всю эту ситуацию, девушка поступает таким образом, что она нарешает запрет отца и в ней преобладают материнские чувства, в ней преобладает сострадание, в ней преобладает может быть желание владеть чем-то. Скорее всего, у нее не было на тот момент ребенка своего. Почему? Я не знаю об этом наверняка, но можно это логически предположить. Почему? Потому что она была бы скорее всего с ним, если бы он был новорожденным маленьким, либо она не пришла на эту реку купаться, либо если бы и пришла, то была бы с ним, или ее в конце концов не заинтересовал бы так этот младенец. И вообще, был ли это частный какой-то случай, или она была такая вот сердобольная и спасала многих младенцев. История об этом умалчивает, но она явно и конкретно указывает на то, что вот этот самый младенец был чудесным образом спасен этой девушкой, дочери фараона. То есть, и здесь стоит больше порассуждать и поразмышлять именно о качествах самой этой девушки. И это хорошо. Почему? Потому что остальные персонажи, они уж очень свято выглядят в Библии. Что Моисей, что Яков, Иосиф, другие персонажи, которые будут попадаться, на ними просто витает ореол высокоразвитой духовности, ореол того, что вот они еще чуть-чуть, чуть-чуть и станут просто уже неземными существами, подобные ангелам небесным. И постоянно речь идет о том, что там рука Господа, что это не они сами, что это все ими Господь руководит. Я не то, чтобы это хочу отрицать, но я хочу понимать, что карта Таро для нас с вами это инструмент практически гадательный, то как ни крути, а нам придется вытаскивать из них чисто какие-то человеческие черты. И вот в отличие от Мага с этой карты делать проще. Но, кстати, само по себе название карты Маг, оно так или иначе отсылает нас к чему-то эзотерическому, необычному, магическому, в конце концов, и волшебному. Но давайте вернемся к императрице и к ее качествам. Здесь присущи чисто женские черты. Опять же, глядя на саму гравюру, глядя на карту, вот, конечно, может сложиться ощущение, что она визуально беременна. Но не знаю, специально ли так создавал художник ее тело, была ли здесь какая-то задумка, или Гюстав Дере покопался, предположим, в каких-то архивах, каких-то данных, ну, не с головы же, он взял ее образ, ее костюм, вот эти опахала из перьев страусиных. Все же это носило какой-то исторический контекст, и он откуда-то эту информацию черпал. Возможно, мода тогдашних девушек подразумевала то, что вот она должна так выглядеть. Но в любом случае, в любом случае, это явно не взрослая мама. Давайте так, без. Это мне девушки закидают, я сейчас начну рассказывать о своем понимании женской анатомии, поэтому этот момент опустим. Больше давайте сосредоточимся на том, какими чертами характера должен обладать человек, который ослушается приказа царя, фараона, ослушается, да и в чем-то даже, может быть, подвергнет себя опасности, в конце концов, этот ребенок был выращен как ее сын, там так и написано, что он вырос как сын ее во дворце. Да, ему было дано имя Моисей, это египетское имя, не еврейское, но это ничего не значит, потому что ребенок был выращен как ее собственный. так, давайте-ка мы заглянем сразу, если бы сделал закладочку на вторую книгу, нет, первую книгу Паралипоменон, 18 стих, где записаны следующие слова, и жена его Иудия родила и Ереда отца Гедора и Хивера отца Соха и Иекуфуила отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. И вот согласно этому стиху мы теперь выясняем, что оказывается дочерь фараонова, которую зовут Бифья, и также есть некий Мерет. Позже мы узнаем о том, что это мужчина еврейского происхождения и оказывается, что она родила также сыновей, естественно, евреев. Давайте чуть больше узнаем об этой Бифье. Кто это вообще такая? Бифья это библейский ветхозаветный персонаж, дочь неизвестного, нам фараона и жена Мереда из колена Иуды. В Мидраше я хотел сказать, кстати, насчет Мидраше, что есть книги канонические, то есть это те книги, их количество 66 штук, которые входят в состав Ветхого и Нового Завета. 39, если мне память не изменяет, Ветхий Завет, 27 книг Нового Завета. Но есть второканонические книги. Что значит второканонические? Ну, предположим, что один и тот же апостол мог написать как каноническую книгу, так и второканоническую. И только исходя из каких-то внешних факторов, мнений людей, видных того времени, либо спустя какое-то время, на основании этого сложилось так исторически, что какие-то книги вошли в состав Библии, а другие книги не вошли. Вот есть книги, так называемые, второканонические, есть книги, которые в целом вообще не относятся к Библии, но тем не менее также написаны в древние времена и могли исторически описывать те или иные события. Одна из таких книг, вот как раз речь идет об этом, Минраше. Минраше, она названа приемной матерью Моисея. Ну, мы это видим и по Библии. Согласно Минрашу, Бифья усыновила Моисея, ее имя объясняется следующим образом, потому что Бифья, это само по себе имя на иврите. Я думаю для вас не секрет, что еврейские иероглифы, буквы, они обозначают, каждая из этих заковыристых букв обозначает какое-то слово, и в итоге имя, оно может звучать, как все в детстве смотрели про вождя краснокожих, да, там Чунгачук, там Зоркий глаз или Быстрая лень, то есть вот такие какие-то имена, которые что-то должны были означать. У евреев было принято, вот если вы слышите имя, например, Михаил, Мисаил, Аванасиил, да, окончание Ил, это будет, это обозначает Господь, обозначает Бога. Так же, как и ряд других каких-то типичных окончаний, они могут говорить о чем бы то ни было. Вот Бифья, это, ее имя расшифровывается как Бог сказал ей, ты назвала Моисея сыном, хотя он не был твоим сыном, за это я назову тебя своей дочерью, хотя ты и не моя дочь. Вот такое значение именем, поскольку ты проявила такое благодушие и спасла человека, который в итоге спас целый народ от рабства, хотя он не был твоим сыном, то я сделаю тебя своей дочерью, то есть ты занималась идолопоклонством, ты была совершенно во враждебном государстве по отношению к моему народу, но я сделаю тебя своей дочерью, так как ты сделала сыном Моисея. Бифья также та его жена иудеянка, которая упоминается вот в этом стихе, который он только что прочитал. И это имя по толкованию агодистов должно показать, что она стала еврейкой и отреклась от идолопоклонства своих предков. Для тех, кто не очень знаком с Библией, вот так покажу издалека, мы вначале читали книгу исход, вот эти вот события, которые происходят, то, что мы видим на карте императрицы, а вот та, где сейчас открыта, это книга Паралипомена, то есть проходит достаточно большое количество времени, и здесь приводят исторические справки, хроники, как перепись, что ли, кто из какого колена происходит, кто в какой город переехал, пересиделся, в Библии достаточно много таких вот конкретных имен, городов, событий, кто кого родил и так далее. И вот спустя какое-то время всплывает эта самая дочь фараона, как Бифья, которая, скорее всего, приняла иудаизм и стала поклоняться единому Господу, а не тем идолам и тем большому количеству богов, которые были приняты в Египте в то время. Бифья купалась в Ниле, потому что страдала кожной болезнью, это согласно этой книге Минраши, и могла мыться только в холодной воде, едва она коснулась корзины, в которой лежал Моисей, как она тотчас же излечилась. Когда она поняла, что ребенку, тогда она поняла, что ребенку было предназначено совершить великие подвиги. Когда служители стали ее убеждать, что неприлично дочери фараона действовать наперекор приказу отца, то явился ангел Гавриил и убил их, а Бифья сама взяла из воды корзину. Так как от берега до корзины было значительное расстояние, то совершилось чудо. Рука Бифьи удлинилась настолько, что дочь фараона смогла дотянуться до корзины. Несколько, конечно, звучит это все неправдоподобно, особенно насчет руки Бифьи, но здесь еще раз в этой другой книге, в тераканонической, подчеркивается то, что Бифья пошла наперекор как велению отца, так и ситуативно. Ситуация сложилась так, что она не должна была спасти этого ребенка, потому что даже слуги, которые окружали ее, казалось бы, они должны были непрекословно слушаться ее, не указали на то, что не следует нарушать повеление императора, царя, фараона, и спасать этого еврейского ребенка. Но тут явился на помощь ангел Гавриил, архангел убил в общем-то прислугу, но я не буду повторяться. То есть еще раз подчеркивается в ее доброта, ее помочь. Да, она, прикоснувшись к корзинке, поняла, что это ребенок необычный, тут же исцелилась, но здесь несколько идут спутанные хронологии, она вначале должна была все это совершить и дотянуться до корзинки, а потом понять, прежде чем принять какое-то решение. Ну, поняли, да, что она вначале отстояла свою точку зрения и свое желание спасти этого ребенка, были убиты слуги, у нее удлинилась рука, она дотянулась до корзинки, только потом иссадилась от своей болезни, из-за чего она и вынуждена была купаться не там у себя в царских хоромах, а купаться в холодном ниле, согласно таким вот преданиям. Бифья была перворожденной, есть такой термин, называется антенат, но по молитве Моисея ее жизнь была пощажена во время смерти перворожденных. Помните, на прошлой лекции, когда мы говорили о Моисея и о десятой казни, которую Господь совершал над египетским народом, это была самая страшная казнь, потому что были убиты все первородные дети, рожденные в каждом доме, от ребенка до зверушки, и Бифья, она была первородным ребенком, но была пощажена по молитве Моисея. Она упоминается в числе лиц, вступивших в рай, то есть вознесшихся еще при жизни. Кстати, это напоминает также и Деву Марию, которая также вознеслась на небеса, будучи живой. Об этом, кстати, в Библии не говорится, об этом говорится в автороканонических книгах. Бифья была навсегда освобождена от смерти. Есть еще другой автор Иезекииль Трагик, не путать с Иезекиилем, потому что в Библии есть книга Иезекииль, это другой персонаж, еврей, который, вероятно, жил во II или I веке до н.э. в окрестностях Египта сочнил греческую пьесу под названием «Эксо-экса-го-экса-го-гэ» «Извлечение», в которой пересказывает историю Моисея и исход евреев из Египта. В какой-то момент Моисей, выступающий в роли рассказчика, то есть как будто от первого лица он начинает говорить в той книге, ну, такой стиль повествования автора, рассказывает, как дочь фараона обнаружила его младенца в Ниле, в этой реке. А затем он рассказывает, как мать вернулась его, вернула его дочери фараона и говорит «И видя, что мое младенчество миновало, моя мать» это как будто бы Моисей говорит от первого лица «И видя, что мое младенчество миновало, еще раз, ребенок был спасен дочери фараона, она его спасла и отдала родной матери, еврейке». И дальше Моисей пишет «И видя, что мое младенчество миновало, то есть он уже вырос, моя мать повела меня в комнаты княгини, но сначала она рассказала мне обо всем, что касалось Бога, моего отца и расы». То есть он обладал каким-то уже сознательным возрастом для понимания того, кем он является, какому народу принадлежит, кто является истинным Богом, и только потом он был отведен к этой самой бифе. Моисей считает, что его биологическая мать дала ему его израильскую идентичность и продолжает объяснять, что его приемная мать дала ему любовь, наставление и материальное благо. Еще небольшой отсыл к этой карте императрицы. Любовь, наставление и материальное благо. это то, что могла ему дать его приемная мама, дочь фараона. В мои отроческие годы принцесса для царственного воспитания и подходящего обучения обеспечила все вещи, как будто я был ее собственным кругом дней, тогда полных. В конце концов, Моисей все же выбирает свою израильскую судьбу. Я покинул королевский дом, побуждаемый к подвигам сердцем своим и намерениям короля. Но мы здесь больше сакцентируем внимание на императрице, на Бифье. Она в другой книге, не в Библии говорится так же, что она воспитала Моисея как своего родного сына. Она дала ему подходящее обучение, царственное воспитание, обеспечила его всеми вещами. И он был окружен самыми лучшими материальными благами и наставлениями. Есть еще также иной автор Перкей де Раби Эльезер Минраж второй половины первого тысячелетия нашей эры предлагает менее щедрое объяснение того, почему дочь фараона купалась в тот день и почему она решила усыновить Моисея. Еще одна третья версия. Бифия же дочь фараонова была сильно поражена проказой и не могла она мыться горячей водой и пошла она омыться в реке и увидела плачущего младенца. То есть чуть по-другому, да, тут младенец уже плачет. Она простерла руку свою и взяла его, и она была исцелена. Она сказала, этот ребенок праведник и я сохраню ему жизнь. Хотя в этом пересказе Бифия не руководствовалась альтруистическими мотивами она все же заслужила место в грядущем мире. Тот, кто сохраняет жизнь, подобен тому, как если бы он сохранил жизнь всему миру. И тот, кто разрушает жизнь, как будто бы он уничтожил весь мир. Поэтому она была достойна наследовать жизнь в этом мире и жизнь в мире грядущем. Вот здесь прям уже такой очень мощный отсыл к Деве Мирии, которая взяла на себя грехи. Нет. Иисус Христос взял на себя грехи всего человечества. Но она как бы стала ходатаем пред лицом Господа за то, чтобы дополнительно попросить о прощении к Деве Мирии можно как такой великий собирательный образ матери природы, богини матери, жены богини. Вот в целом такой образ всего человечества. вселюбящий, всепрощающий, заботливый. И вот здесь в этом более позднем издании как раз и говорится о том, что Бифия она вот очень похоже собирает, начинает собирать себя вот этот самый образ. Хотя она не руководствовалась альтруистическими мотивами, то есть как бы это не было моль, мол не было чисто то, что она захотела помочь этому ребенку. Она поняла, что этот ребенок заслуживает того, чтобы ему помогли, что он нечто великое. И она говорит, тот, кто сохраняет жизнь, подобен тому, как если бы он сохранил жизнь всему миру. Опять же, вот очень мощный отсыл к тому, что Дева Мария, родившего Иисуса Христа, дала жизнь и спасение всему миру, искупление от греха. так и Бифия дала жизнь, дала возможность спастись Моисею, она дала жизнь многим, она дала жизнь целому народу, многосоттысячному, для того, чтобы они в конце концов вышли из египетского рабства, ну и в конце концов, чтобы родился Иисус Христос. Я уже молчу про целую величайшую историю, которую мы будем узнавать позднее. Точно так же Дерех Эрец Зута перечисляет Бифию, тут чуть по другому перевод, среди девяти праведников, которые войдут в Эдемский сад. Вот такой еще несколько недвусмысленный заголовок «Праведный язычник или новообращенный иудаизм». Это, естественно, статья касается Бифии. Библейское описание дочери фараонова скудно, и более поздние толкователи приукрасили ее историю. Одна для них она была для одних она была Термутис, мы дальше почитаем полнее об этой Термутис, названная в честь египетской богини. Для других Бифия, названная в честь ее обращения в веру в еврейского бога. В одном рассказе она пытается сделать Моисея наследником престола. Я так понимаю, как раз той версии, где она Термутис. В другом она воспитывает его как израильтянина с его собственным отцом в качестве наставника. Здесь речь даже идет о том, что она его воспитала как родного сына у себя во дворце, но он имел прямую связь и контакт со своим отцом. Почему не с матерью? Почему с отцом? Во-первых, потому что матерью стала она, а во-вторых, потому что именно отцы в те древние еврейские времена занимались воспитанием детей, что сыновей, что дочерей. Мамы должны были их поставить на ноги, должны были их прокормить, а отцы занимались воспитанием. Именно они вкладывали мудрость в их головы, и именно от них зависело то, что они дальше пойдут праведным путем. Поэтому здесь такой недусмысленный отсыл к иудаизму в том смысле, что Бифия вырастила, она ему спасла жизнь, она дала ему возможность жить во дворце, но была поддержана такая плотная связь, как полноценная семья, что ли, была полноценная связь с родным отцом Моисея. Эти и другие украшения являются попытками восполнить библейский текст, отразить мировоззрение и художественные концепции этих более поздних авторов. Ну, это и так понятно. В то время, как усилия еврейских писателей времен второго храма восхвалять принцессу как праведного язычника отражают их более широкое удовлетворение мыслью о том, что Моисей равнялся на египетские обросы для подражания и даже научился благочестью и мудрости из египетской культуры. Раввины предпочитают сохранять египетское влияние и нееврейское культурное влияние в целом. Сглаживается, когда дело доходит до представления библейских героев. Для этих писателей раввинов приемная мать Моисея была благочестивой новообращенной, которая позже стала одной из предков еврейского народа. Понятно. Если мы копнем чуть глубже, то мы понимаем, что мнения разделились относительно того, а кем же во времена Моисея была та самая Бифия, наша императрица. Она была все-таки хоть и с правильными человеческими чертами, но язычницей, либо она была обращенной в иудаизм, пусть не еврейкой по крови, но иудейкой по вероисповеданию. И, конечно же, те, кто придерживался учений Тора, они вторили как раз второй версии о том, что это была та самая Бифия, а не Термутис. Но это я все хочу накидать контекст, для того, чтобы мы могли полнее понять, то, как выглядит этот персонаж, кем он является, эта императрица. И, кстати, заметьте, что в отличие от императрицы по Уэйту, она, ну, во-первых, здесь только Уэйт упоминает о том, что она беременна на этой карте, но чисто визуально вы об этом не скажете. А читая конкретно о Бифии, мы понимаем, что она не то, что беременна, а у нее есть материнские инстинкты, и у нее есть конкретный ребенок. Пусть это не законорожденный ее ребенок, но это не опустим, что это необычный ребенок, но это ребенок, которого она воспитала как сына, которого она приняла со всей любовью. Это немаловажный факт, о котором следует помнить, используя и эти карты в гадании, и дальше мы, когда будем с вами разбирать какие-то практические значения по этой императрице. Так, давайте мы с вами почитаем насчет Термутис. Кто это? Кто это? Примерно в то же время, когда в Египте была написана экзагога, иудейский писатель написал произведение на иврите, известное как «Юбилей», в котором ангел присутствия пересказывает историю книги бытия и большей части книги исход, связанная с Моисеем, с многочисленными повествовательными и юридическими дополнениями. В сцене с дочерью фараона ангел говорит Моисею «И в те дни пришла Фармуфь» это Термут, если что, дочь фараона, чтобы искупаться в реке, и услышала голос твой, Моисея, когда ты плакал, и велела служанкам своим привести тебя, и они привели тебя к ней. Термутис, она же Термут, популярное греческое имя египетских женщин в тот период, то есть такое имя собирательное, ну такая себе там, скажем, Наташа, Елена, Татьяна, является искажением египетского имени, греческое происходит у египетского Рененутет, 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 египетская богиня Питания, чье имя происходит от глагола, означающего ласкать, кормить, воспитывать. В некоторых древних изображениях богини Рененутет представлена замужем за богом Сабеком, крокодиловым божеством, которое представляло реку Нил. А мы сами знаем, что от реки Нил зависела жизнь большей части египетского народа. Те земли неплодородны, и именно за счет разлива в Нила, который заполнял поля Илом, и зависело на сколько будет урожайный год, и естественно, что и таким явлением, и такому значимому географическому беду, как река Нил, приписывались и ряд божеств. Отсюда же и урожай, отсюда же и жизнь, и смерть, и любые другие подобные явления, которые напрямую влияли на жизнь египетских людей и на их формирование понимания подостороннего мира. Возможно, что появление принцессы у реки и кормление ею Моисея побудили некоторых ранних еврейских писателей ассоциировать дочь фараона с этой богиней. Ну, то есть, нет прямой связи, на самом деле, да, это скорее получился некий такой собирательный образ. И ранние писатели еврейские, они стали ассоциировать богиню Ренетутет, и она же Тормут, Ренетутет, египетское имя Тормут, греческое, с дочерью фараона. Ну, потому что и там река Нил, и там Моисей в реке выловлен, вроде как бы и оттуда, и оттуда идет спасение, что там воды реки Нил спасли младенца Моисея, что там разливающиеся воды реки Нил давали в целом жизнь людям. В исходе дочь фараона впервые видит корзину, то, чем мы читали в Библии, и только открыл ее, ее одолевает плач младенца, так сказано в Библии. Юбилей меняет порядок событий. Принцесса слышит плач ребенка и откликается на него, то есть чуть-чуть по-другому. Вот она слышит плач ребенка, ее материнское сердце сжимается, те инстинкты, которые заложены в ней природой, просыпаются, и она, понимая запрет, понимая все происходящее вокруг, она все же хочет этого ребенка спасти, оставить, воспитать как родного, дать ему все самое лучшее. И можете здесь на секундочку себе представить, вот прям целый блокбастер в голове, там какой-то полнометражный фильм на полтора часа, вот эта вот короткая сценка, которая в итоге выливается в целую жизнь Моисея, который в итоге спасает. Но это все было дано ему, благодаря той самой Бифе, или Ренетутет, или Тернутис. Это изображает принцессу как особенно чуткую фигуру, вначале слышит плач, потом спасает. Юбилей продолжает историю, известную из Библии. Сестра младенца переводит мать в качестве няньки и затем объясняет, что Моисей сохраняет свою израильскую идентичность в доме фараона, потому что Авраам, его отец, обучал его. Мы уже где-то об этом читали, да? По поводу того, что сохранилась напрямую связь. То есть, вроде бы, как бы мама стала приемной, но тем не менее и отец никуда не делся. То есть, он также есть и он также дает наставление и учение, и ребенок, когда он рос, он оставался евреем. Кстати, я этой версии, хоть в Библии в этом не слово, охотно верю, потому что, если мы с вами быстренько вернемся к книге «Исход», ее первым главам, то там шла речь, что спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилу. То есть, Моисей, будучи выращенным с именем Моисей, египетским именем, и в доме фараона, он тем не менее отожислял себя с братьями-рабами, с израильтянами. Явно, что он воспитывался, зная, кто он такой. Это еще один плюс в копилочку к императрице, которая напрочь, которая отсутствовала какой-то эгейзм, ведь она могла совершенно сформировать иную, новую реальность у маленького Моисея. Она могла его вырастить как полноценного египетского мальчика, и даже, если бы он вырос и понял, что по внешности как-то он не сходится с египтианами, хотя, я думаю, за 400 лет, живя на одной и той же территории, внешность у них была уж очень близка. Но, тем не менее, это говорит о том, что ее материнские чувства, инстинкты не взяли верх над разумом и над пониманием того, как следует правильно поступить в той или иной ситуации. «В то время как Иезекииль Трагик объясняет, что влияние матери Моисея в ранние годы сделало его израильтянином, в юбилеях отец Моисея, по-видимому, был официальным наставником, подразумевая, что Термуд воспитала его как израильтянина. Суть не меняет. Хоть отец воспитал его как еврея, хоть она сама воспитала его как израильтянина, сути не меняет. Она сама по себе дочь египетского фараона. У нее были свои убеждения, свое понимание, она выросла во дворце. И что один случай, что второй, то есть одна версия, что вторая, они нисколько не умаляют ее качеств, а наоборот скорее превозносят. Они еще раз дополнительно говорят о том, что этот человек обладал одновременно и состраданием, мягкостью, чувственностью, желанием помочь, материнской заботой. И при этом она была не слепой, то есть ее любовь не была слепой. Она обладала разумом, обладала каким-то пониманием, видением ситуации, понимала всю широту происходящего. Иосиф Лавье уделяет большое внимание тому, как Моисей кормил Моисея, сложности перевода, как Моисея кормила грудью только израильская женщина. Итак, Тормутис, она же Бифья, приказала привезти женщину, чтобы она кормила младенца. Но когда вместо того, чтобы взять грудь, Моисей отверг ее, а затем повторил это действие с несколькими другими женщинами, Мариам, помним, это была сестра Моисея, явившаяся на сцену, по-видимому, без намерения и просто из любопытства, сказала, вызвать для кормления ребенка этих женщин, не имеющих с ним родственных связей. И если бы вы сейчас привели одну из еврейских женщин, может быть, она взяла бы грудь представительниц своего народа. Ее совет показался здравым, и княгиня, княгиня, это имеется ввиду дочь Варона, велела ей самой сделать эту услугу и бежать за приемной матери. То есть тут вот так вот более раскрыто описывается вот эта вот ситуация, связанная с тем, чтобы вскормить младенца, потому что были бы набраны женщины среднеегипетских, но Моисей не принимал грудь ни одной из них, не хотел пить молоко, и тогда объявляется его родная сестра, приводит его родную маму, которая вскормила Моисей, о чем и говорится в Библии просто очень кратко и сжато. Но давайте мы всем будем отсылаться мысленно к вот этой девушке, которая понимала происходящее, она же конкретно понимала, что это еврейский ребенок, и что он не принял грудь, например, египетских женщин, и при этом принял грудь еврейской. Она вполне могла подозревать о том, что это может быть его родная мама, но это нисколько не помешало ей дать этому ребенку хорошее будущее. Ее не слепил какой-то эгоизм, хотя она обладала полной власти, могла сделать все, что угодно для того, чтобы отобрать этого ребенка и вырастить его так, как она считает нужным. Этого не случилось. Поскольку у нее других нет детей, Термутис желает, чтобы Моисей был законным наследником царства и пытается убедить своего отца фараона, который хотел, чтобы все еврейские мальчики были убиты, принять его. Таков был ребенок от Термутис, усыновленный ею, не имеющий собственного потомства. Она не имела. Однажды она привела Моисея к своему отцу и показала его ему и рассказала ему, как она позаботилась о преемственности, если бы это была воля Божья, чтобы не даровать ей собственного ребенка воспитать мальчика божественной красоты и щедрого духа. И каким чудом она получила его от щедрого реки. И я думала, говорит она, сделать его своим ребенком и наследником нашего королевства. Она прекрасно понимала, что это еврейский ребенок, и спустя какое-то время она приходит к отцу, к фараону, и говорит, «Мне Господь не дал иметь своих детей, но он не дал иного рода подарков. Мне река преподнесла младенца, которого я воспитываю как родного. И я думала, говорит она, сделать его своим ребенком, буквально в смысле, по документам, если хотите, на сегодняшний день, и наследником вашего королевства». То есть она, подходя к императору с вот такой целью и мыслью, вот здесь можно на эту ситуацию посмотреть двояко. Конечно, со стороны императора это может показаться со стороны фараона, может показаться какой-то хитростью. Вот мол, она приходит, вот этот ребенок ей запал в душу, и она уже какое-то время ему кормит, она прямо к нему привязалась, и она желая для него самого лучшего будущего, она как бы уже намекает фараону о том, что давай-ка вот этот ребеночек, чудным образом спасенный, неспосланный мне с небес самим Всевышним, давай он будет не только моим сыном, но еще и наследником престола, что ты на это скажешь? И заметьте, что по другой версии, которую писали больше приверженцы египетской версии и языческих религий, а не и иудаистского течения, вот они придерживаются этой версии, что она именно вот таким образом сделала, и что она как раз настаивала на том, чтобы Моисей стал наследником престола и в будущем стал самим фараоном. Я нисколько не удивляюсь этому, потому что еще не так и давно, ну, несколько сот лет назад, Иосиф, помните, Иосиф, которого братья продали в Египет, он в Египте стал важным и видным человеком благодаря своему умению, таланту и тому, что он продолжал служить единому Богу. Он там снискал благорасположение, кстати, не совсем легкими путями, среди тогдашней знати и стал очень значимым человеком. Вполне подобная судьба могла бы случиться и с Моисеем, если бы ему Господь не уготовил иную роль, чтобы вывести наконец-то евреев из египетского рабства. Понятное дело, что это не было какой-то диковинной штукой, коль об этом говорит дочь фараона, предлагая, чтобы вот этот самый еврейский мальчик некогда вполне мог по закону быть убитым, но, мол, давай мы сделаем его своим сыном. Это может, конечно, говорить, как я уже начал повествовать, и о хитрости этой самой императрицы, о том, что она обладала своего рода какой-то долей эгоизма, вот если смотрясь с точки чисто человеческих взаимоотношений, что она желает приследовать какие-то свои цели, пусть и руководимые любовью, заботой о ком-то, но, с одной стороны, для кого забота, а для кого это и будет проявление эгоизма, потому что это как палка двух концов. Вполне возможно, что там были и какие-то другие наследники престола, мы не знаем, возможно, у этого фараона, кроме дочери, были также и другие дети, которые могли более законным методом, образом, претендовать на престол, но она прямо именно говорит о том, что давай-ка вот этот самый Моисей, еврейский мальчик, будет наследником. С этими словами она положила младенца на руки отца, и он взял и нежно прижал его к своей груди, и чтобы угодить дочери, возложил ему на голову свою диадему. Дальше говорится о том, что Моисей сорвал, эту диадему бросил на землю из чистого ребячества и растоптал ногами. Это скорее уже был намек на то, что я не приму вашу царскую власть, хоть я еще ребенок, но такой уже намек и образ на то, что в конце концов я растопчу ногами ваше государство и царство и случится то, что должно будет случиться. Мы сейчас говорим о нашей императрице. Так, давайте мы с вами перейдем теперь от Термутис к мифологии и еще раз мы почитаем теперь уже более подробно, поскольку некоторые из авторов отожесляют Бифью или дочь фараона с Ренетутет или Термутис напоминаю, что это одно и то же имя, только греческое и египетское Ренетутет и Термутис. В египетской мифологии это богиня, параллельно мы еще отдельно остановимся, но напоминаю, что здесь императрица это тоже хромброс богини, это собирательный образ Афродиты, Венеры. Это богиня, охраняющая собранный урожай, воплощалась в образе змеи, изображалась в виде змеи или женщины с змеей на голове, также изображалась в образе ковры, охраняющей груды зерна свежего обмолота, здесь выбор змеиного образа закономерен, охотясь на грызунов, которые поедают зерна, змеи являются естественными союзниками человека, как правительница закромов, Ренетутет считалась матерью бога зерна не перьи, и в данной ипостаси их обоих часто отождествлялись Исидой и Гором, более поздние божества египетские. Здесь мы видим о том, что Ренетутет является богиней, которая охраняет собранный урожай. мы понимаем, что мало того, что ты получаешь какой-то доход, ты также должен его и сохранить. Если перевести это все в разрез меркантильных интересов и финансовую сторону, то есть три способа обращения с деньгами. Это их зарабатывание либо преобретение, это их сохранение и их преумножение. Вот задача Ренетутет вторая состояла в том, чтобы сохранять то, что уже существует, оберегать грызунок, в частности, урожай и всескем этому благоприятствовать. И, кстати, можете, ну я добавлю здесь картинки, которые изображают вот эту богиню в виде то ли змеи она могла воплощаться, либо головной убор у нее был со змеей. Я думаю, вы и сами частенько видели, что потом и у других египетских богинь были головные уборы, которые были либо с головой грифона, либо с головой змеи. Эпитеты Ренетутет это владычица плодородия, правительница закромов. Сын Ренетутет бог зерна не пери. Мы уже об этом говорили. Считалось, что змея Ренетутет появляется на поле во время жатвы, следя за тщательностью уборки урожая. Ренетутет дарует изобилие, удачу, богатство, счастье, помогает при родах. Впоследствии она, как и бог урожая винограда стала стала почитаться богиня судьбы. Вот здесь уже вполне раскрывается наша императрица и она здесь уже когда мы ее отожисляем напрямую с богиней Ренетутет мы видим, что она дарует изобилие, то есть это и рост, это уже прямой отсыл к богине земли и к матери земли. Удачу, это уже такое нечто больше судьбоносное, кармическое. богатство ну сюда же то есть что изобилие, что богатство, счастье это вот больше как раз про удачу. Помогает при родах это вот прям прямая помощь и как оберег опекунства над мамами. Ренетутет часто вместе с Шаей упоминается в добрых пожеланиях. Праздник Ренетутет во время которого фараон приносил ей благодарственную жертву отмечался в день окончания жатвы. Одна из самых древних и почитаемых богинь в разные эпохи и при правящих династиях. Главной задачей этой богини была помощь в сборе и сохранении урожая. Ренетутет дарует изобилие, удачу, богатство, счастье, помогает в природах повторения уже какой-то. Впоследствии она как и богу урожая, богиня судьбы. Ренетутет часто вместе с Шаей упоминалась в добрых пожеланиях. Далее цитата. Да будет жить с тобой здоровье при тебе, Шаей, Ренетутет в руке твоей. Или вот такое пожелание. Да будет жить Ренетутет на пути твоем. В мифе об Осирисе и Исиде божественная няня Ренетутет заботилась о рожденном тайно горе, пока он не открыл себя миру, надев свой пояс в густых зарослях. Вот здесь прям отсыл такой непосредственный к тому, что это самый Ренетутет, которая взрастила и заботилась о горе, бог гор имеется ввиду. То же самое как Бифия или как наша дочь фараона, что мы определили является одним и тем же лицом, взрастила Моисея как своего сына. Отождествленная позже, когда богиня и змея поклонялись по всей протяженности Нижнего Египта, Ренетутет все чаще отождествляет с комрой Уаджит, покровительницей Нижнего Египта. Также встречается сопоставление Ренетутет с Исидой. Исида одна из значимых богинь, это кстати Исида переводится уже с греческого в большей степени, одна из значимых богинь древнего Египта, представляющаяся образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства. Снова мы приходим к тому, что эта богиня является не только богиней плодородия, сохранения урожая, приумножения, богатства, счастья, удачи, помощи при родах, помощи мамам, но также она является и богиней женственности и материнства, или даже скорее такого же египетского идеала, вот как та самая Венера, та самая Афродита, изображенная на традиционной карте Уэйта. И даже есть такой некий гимн Ренутутет, конечно, перевод без рифмы, «Я сделаю зыбь, мило для вас, без этого года недостатка и истощение по всей земле, поэтому растения будут расцветать, изгибаясь под своими плодами, земля египетская начнет движение снова, берега сияют изумительно, и богатство, и благополучие пребывают с ними, как и было раньше». Вот этот гимн Ренутутет еще раз намекает, не намекает, правым текстом говорит о том, что я все сделаю для того, чтобы с вами все было хорошо, чтобы вы не голодали, чтобы ваши деревья, они просто изгибались под тяжестью плодов, что земля египетская снова начнет движение, что берега засияют изумительно, что будет богатство, благополучие, как и было раньше. То есть возврат к прежним хорошим былым временам может также здесь прослеживаться. Так, что у нас еще есть? Значения. По значению вот тут давайте уже мы начнем проводить прямые аналогии с картой императрицы Уэйта, хотя я уже неоднократно и недусмысленно это делал, но все же давайте мы зачитаем о том, что Уэйт написал в своей белой книжечке. Величавая фигура, богато одетая и сидящая с царственным видом дочери неба и земли, в ее диадеме двенадцать звезд, собранных в гроздь, на щите прислоненном к креслу сбоку символ Венеры, перед нею созревающая Нива, а за нею водопад. Скипетр в ее руке увенчан шаром, как символом этого мира. Она есть низший сад Эдемский, земной рай, все, что символизируется зримым домом человека. Давайте здесь сделаем паузу и осмыслим то, что я уже прочел. Уэйт говорит о том, что все, что мы видим изображенное, также подразумевает плодородие, подразумевает земной рай. Достаточно одного слова, земной рай. Все, что вы можете представить, что может дать мать земля, все, что может с нее вырасти в каком-то неблоколичестве, этого всегда будет достаточно и даже с избытком для ее жителей. Плодородие, иными словами, не так ведь и вата плодородия. Нет, или же самое можно сказать и Ренетутет, о Бифии, о Термутис, образы которых они здесь собраны, вот в этой дочери фараона, которая спасла Моисея. Она не Реджина Коэли, но все же Рефиджиум Пекаторум, благодатная Матерь многих тысяч. В некоторых аспектах ее правильно описывали как желание и крылья его, как жену, облеченную в солнце, как Глория Мунди, как завесу, санетум, санеторум. Но могу добавить, что это не душа, обретшая крылья, если только весь символизм не истолковать иным необычным образом, а на прежде всего всеобщая плодовитость и внешний смысл слова. Слово с большой буквы имеется в виду как слово нечто материальное, не духовное, а то, что облачено во что-то осязаемое. Ну и сразу забегая наперед, может быть, из этого следовало в том числе начать, что императрицу я, как и большинство, отношу ко второму зодиакальному дому, к тельцу. Телец, мы поняли, что это земной знак, это стихия земля в масте карты Таро, и этой стихии соответствуют Пентакли. Все, что мы можем потрогать, все, что мы можем воспринять и обонять нашими пятью органами чувств, вот все идет по императрице. Все, что связано с каким-то комфортом, с бытом, с произрастанием, с преумножением, с эмоциями, с чувствами, но не глубокими, как по чашам, имеется в виду, а скорее то, что мы можем увидеть глазами, услышать нашими ушами прекрасную музыку, пение птиц, почувствовать замечательный вкус фруктов, вот все, все будет идти у нас по императрице и по вот этому самому внешнему смыслу слова, как пишет Уэйт. Это очевидно, ибо не было дано человеку более прямого послания, чем то, что рождается женщиной. Однако сама она не несет его истолкования. Виной в системе понятий карты императрицы означает дверь или врата, через которой открывается вход в эту жизнь, как в сад Венеры. Так, 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 так. Метафизическая интерпретация. Императрица олицетверяет идею творения, роста и притяжения. Она с безграничной радостью дарует и принимает любовь, на что указывает и приписываемое этой карте владычество Венеры и ее общий зеленый колорит, символизирующий природу и рост. Я не хочу сейчас прям еще углубиться в греческую мифологию, в римскую, вспоминая о Венере, об Афродите. Почему? Потому что это более известная богиня. И достаточно будет сказать, что это богиня красоты, женственности, плодородия. Это в том числе собирательный образ более ранее, а затем более поздней богини, более такой уже не такой может быть распутной, не такой неразборчивой в половых связях, но все же такой же страстно желающий продолжить свое потомство. И именно в первую очередь этим она была увлекаема в том, чтобы хотеть мужчин. Всего этого не было в полной мере раскрыто в Рене Тутет или в Термутис, но сравнивая то, что скрыто с этими двумя персонажами, во-первых, чем мне нравится эта карта, что она так же, как и маг, несет за собой конкретного персонажа, конкретного человека. Мы как прочитали маленькую историю, да, это, к сожалению, не целая глава и уж тем более не книга, но мы смогли чуть глубже раскрыть личность и характер этой девушки, которая, несмотря на строжайший запрет, она воспитала этого сына, она его оберегла, она ему далась и самая лучшая, она позволила ему идентифицировать себя и много других вещей. Мы ее также смогли идентифицировать как Рену Тутет, богиню плодородия, роста, любви, процветания, преумножения, богатства, счастья, женственности, красоты, позже, которая перешла в Исиду. И это все перекликается также и с императрицей, у Вейта, в которой заключена Венера и Афродита. Так, что там еще? Дополнение значений по Вейту, плодородность, давайте по значениям, давайте по значениям мы вот уже прямо так и пройдемся. Я выписал несколько значений, которые могли бы по этой карте, даже так, это не значения, я бы так сказал, это слова, которые можно отнести к карте императрица и как эти слова могут проиграться в различных сферах и раскрыться в полной мере в различных сферах нашей жизни, либо человека, на которого мы гадаем, вытащив такую карту. Во-первых, начнем с того, что у нас уже сформировался какой-то определенный образ и, как я уже говорил на предыдущей лекции насчет Моисея, когда у вас в голове есть четкое понимание, что вот на этой карте изображен такой-то и такой-то человек и я знаю о нем вот это, вот от момента рождения до момента пусть не смерти, но какого-то рассвета и пика и вы понимаете, на что ты человек способен и даже если возникает какая-то ситуация, которая не описана в Библии, но у вас же в голове срабатывает алгоритм, вы понимаете, что ну да, он бы в этой ситуации скорее всего поступил бы вот так-то. Почему? Ну потому что и потому-то. Потому что ему присущи вот эти вот эти качества. То есть аналогичную вещь я хотел также сделать для вас и с императрицей. раскрыл вполне ее образ как личности, дав ей какое-то конкретное имя, ну не личное я, конечно, дал, я имею в виду, что за этой безликой картой стоит. Конкретный персонаж, конкретная Бифия, конкретная Ренетутет, конкретная девушка, дочь фараона, которая смогла поступить так-то и так-то и так-то и прожить жизнь вот таким вот образом. и размышляя об этом, понимая это, даже когда вы вытаскиваете карту и у вас нет в голове какой-то заготовки и четкого ответа, что ну вот в этой ситуации ответ такой, ну вы прокрутив в голове к чему это может привести, вы раскрывая полнее смысл этой самой Бифии, вы понимаете, что здесь можно ответить, как это можно сопоставить. Так, по жезлам, жезлы это у нас такая большая социальная сфера, это все то, что касается наших желаний, желание двигаться вперед, это напомню огненная стихия и я бы так это все отнес в разрез, наверное, карьеры, работы, какого-то внешнего общения за пределами семьи, за пределами близких людей, как любовные отношения, это больше у нас будет по кубкам. Действия, процветания, рост, результаты, женственность, мода, привлекательность. По действиям, конечно же, императрица это масть земли, это пентакли, это больше, как квочка, это больше сесть на месте, то есть это будут действия, но такого пассивного характера, то есть она будет предпринимать действия, но чисто по-женски, она не будет, как Дертаньян, рваться вперед, это не будет рыцарь жезлов на коне, то есть это скорее будет такие действия разумные, неспешные, которые присущи земле, но действия уверенные, мы помним, да, как действовала дочь фараона, Бифия, то есть она четко себе наметила, что она хочет сохранить жизнь этому ребенку, и у нее это получилось, чего бы ей это не стоило, каких бы усилий, что на начальном, что на позднем этапе, это ей не стоило, и какие бы не пришлось преодолеть преграды для этого. То есть можно сказать, что она действенная и вполне себе напористая. Процветание, ну само собой, и об этом говорят и все богини, которые собраны в этом образе, об этом может говорить и сама по себе Бифия, как дочь фараона, поскольку, ну она дочь фараона, в конце концов, какое же тут не может быть процветание, если все деньги стекаются в дворец фараона, если все деньги идут туда, все налоги платятся туда, то есть пассивным образом все туда проистекает, все туда движется, конечно, это процветание. Рост, рост само собой, почему, потому что все, что касается матери земли, матери природы, богини земли, богини природы, ты посадил в землю одно зернышко, это зернышко умерло, но вместо него родилось 50 зернышек, ты посадил 50, вместо них 250, и дальше по геометрической прогрессии. Конечно, это рост, он не быстрый, это не будет взрывной рост, это будет стабильный, уверенный рост, наращивание, как снежный ком. Результат. Ну, результат налицо, конечно, что сранивая с богинями, что с самой Рен-Атутет, которая, мы видим ее жизнь, вот это небольшое действие в начале спасения младенца, к чему оно привело впоследствии, к тому, что, во-первых, исполнились пророчества, во-вторых, что в целом, давайте мы даже опустим еврейский народ, в целом, все человечество спасено, благодаря тому, что Иисус Христос пролил за нас кровь, для того, чтобы искупить нас от греха. Результат. Вот женственность, само собой, это и по Исиде проходит, это и по самой Рен-Атутет, и по императрице. Чисто визуальный образ, мы когда смотрим на нее, то, как она одета, как она выглядит, хотя это черно-белая гравюра, но спору нет, что девушка выглядит весьма привлекательно, выглядит женственно, утонченно, мода, не скрою, что она модница, судя по тем гравюрам, которые я здесь вот по большой, вижу, ну, наверное, не самая модная, а может быть, и самая модная, ну, уж точно, где-то по последнему писку моды. Ладно, я шучу на этот счет, но мода присутствует, потому что мода это, как это ни странно прозвучит, является какая первая причина вообще моды, ведь мода это в первую очередь желание, желание быть первым, единственным, нет, это желание не то, чтобы быть как все, быть в числе первых, я бы так сказал, мода, да, одновременно и быть красивым, но, согласитесь, не вся мода может быть красивой, если мы смотрим на моду, которая была модной сто лет назад, она нам сейчас не кажется красивой, но мы понимаем, что это было модно тогда, то есть, мода это явление временное, но необходимое для того, чтобы ты мог оставаться социальной личностью, для того, чтобы тебе легче было коммуницировать и общаться. Любая девушка, которая отождествляет себя, ассоциирует с тем, чтобы быть наравне с другими, она непременно должна быть модной. Она будет лучшей, но она не будет слишком сильно выбиваться, она не будет индивидуалисткой, вот конкретно в этом случае. Привлекательность, само собой, если мы говорим о социальной сфере, если мы говорим о сфере работы, то по этой карте, выдача такую карту, мы понимаем, что речь идет о какой-то красоте. Причем такая скорее природная красота, не нечто искусственное. Но, кстати, в перевернутом значении вполне может быть и перегиб насчет привлекательности. То есть, это может быть либо много всего, тумач, перебор по макияжу, перебор по тому, чтобы это было естественным, а это уже такой перебор, перегиб будет. Либо, наоборот, может быть, конечно, и недобор. Тоже, когда человеку... Ладно. Окей. По кубкам. По кубкам. Такие слова. Мрак, материнство. Давайте по порядку. Мрак, само собой, хотя по этой карте и не идет речь о том, что у нее есть муж или у нее будет в будущем законный супруг. Но все нам указывает на то, что не из Библии, да, здесь, там, совсем коротенький кусочек, был из других источников, на то, что Моисей воспитывался как ребенок в полноценной семье, что была тесная связь и с отцом, и с его приемной мамой. Не идет речь о том, что они были вместе как одна семья, что он там бросил свою законную жену и стал жить с этой девушкой, с Бифей. Но, кстати, в дальнейшем, читая в Паралипоменон, мы видим, что у нее в дальнейшем потом появилась семья, и она родила также других детей. Но конкретно здесь и сейчас этот персонаж воспринимается ситуативно, так как одинокая девушка, во все равно, в случае, мы не знаем, в тот момент, является она замужем или нет, но дальнейшие, ближайшие события говорят о том, что она склонна к тому, чтобы иметь полноценную семью и ребенка воспитывать именно в полноценной семье. Материнство, ну, тут нет смысла это оспаривать. Домашняя гармония, конечно. Вспомнить даже сцену с Айотцом-фараоном, когда она спустя какое-то время привела, и, в общем, она попыталась все вот эти вот какие-то несостыковки, все острые грани сгладить, чтобы все было вот как бы так благопристойно, благородные чины, чтобы создать тот самый домашний уют. Ну, конечно, когда вы думаете о дворце императорском, когда вы видите все эти мягкие одежды, все эти опахалы, вееры, которые сверху, это все говорит об уюте, это все говорит о спокойствии, о гармонии, о чем-то неспешном, мягком, размеренном, уютном и так далее. Зрелая сексуальность по этой карте, да, если мы относим, все это соотносим с богинями, то, конечно, речь идет о зрелой сексуальной и энергетике, и о том, что это не порывы страсти, это не какие-то вспышки. Это то, что одновременно и естественно своей природной красотой и то желание, которое возникает, оно имеет какое-то логичное продолжение. То есть, это секс не ради удовольствия, это скорее больше ради какой-то благородной цели, ради проложения рода. Ну, само собой, одно второе не исключает, но одно из второго может проистекать. Ну, само по себе, собственно, сам секс может эта карта также обозначать природная красота или даже естественность также по этой карте. Почему? Потому что снова и снова такие отсыл к тому, что это богини, Ренатутет, в том числе, которая напрямую связана с природой, с тем, что нам природа дает. Она, естественно, своей натуральной красотой, тем, что вот как оно выросло, так оно и есть, и это красиво, это прекрасно. Да, мода может меняться периодически, но если это здорово, если это чисто физически, то это и воспринимается как вот та самая природная красота. по пентаклям. Само собой, учитывая, что императрица у нас относится к стихии земля, это у нас телец, то налицо здесь все, что будет связано с материальными ресурсами. Все, что можно будет собрать, накопить, сохранить, то есть любой рост, развитие, какой-то скрытый потенциал, который может быть раскрыт, как в случае, например, с Моисеем, накопление, сохранение, отсюда же медленность и стабильность. Стихия земли это медленная, стихия медленная структура, она самая медленная, но она и самая стабильная. Все то, что будете делать с землей, это будет подобно швейцарскому банку, то есть непременно вложенный миллион сохранится, на сейчас без процентов, так и оно и останется вложенным миллионом. Но в земле ситуация чуть другая, это дает урожай обильный, но происходит медленно, но зато стабильно. Это не будет, что ты сегодня посадил огурцы, завтра ты уже собрал урожай. Ну, в общем-то, все мы с вами знакомы с азами садоводства и огородничества. Комфорт, если мы говорим о сфере денег, ресурсов, финансов, то это что-то будет так же комфортное. Здесь не будет ощущения риска, не будет ощущения суеты, какой-то быстроты движения, дерганности, непонятности в ситуациях. В общем-то, стабильность и комфорт тут в данном случае тут рука обраку. И возможности, возможности, которые могут быть потенциально раскрыты в этой карте, также присутствуют. По стихии воздух, это у нас будут мечи, это все, что будет касаться у нас нашего сознания, в отличие, кстати, от подсознания, от интуиции по кубкам. Сюда у нас входит творчество, созидание. Сама природа, я думаю, дополнительно еще раз нам говорит и подсказывает, насколько много в ней творчества, вспоминая все те неисчислимые картины художников, и неважно, это написано пейзаж, натюрморт или обнаженное тело красивой девушки, все это и есть природа, все это и есть кусочек единого целого, что мы люди, что камни лежащие, все мы также прах, из которого созданы и умираем, и мы превращаемся в то же самое, из чего и состоят окружающие нас объекты и предметы. И это все красиво, это все прекрасно, и по этой карте может как раз идти линия творчества, что такое натуральное, природное, естественное, раскрытие потенциала, какое-то созидание, это свойственно также и тельцам, свойственно второму зодиакальному дому. Почему? Потому что они умело управляют всеми пятью органами, все то, что можно потрогать, все то, что можно увидеть глазами, то, что можно обонять, то, что можно услышать, музыка, любые виды предметы искусств, живопись, культура, все это проходит по тельцу, по второму зодиакальному дому, по Венере, по нашей императрице в том числе. Развитие, развитие медленное, развитие неспешное, но развитие комфортное. Это не будет развитие через боль, как, например, или через осознание чего-то, через боль души, на имею ввиду, как по отшельнику. Это скорее будет такое развитие благостное, развитие, которое происходит весной или летом. отшельник, тут чуть-чуть по-другому оно выглядит. не чуть, а хорошо, по-другому. Отдых, само собой, потому что императрица это неспешная карта, императрица мать, императрица жена, это если мы говорим о каком-то занятии спорта, то это точно будет что-то в виде йоги. Это не будут экстремальные виды спорта, это не будет ничего того, что может идти в разрез с тем, чтобы нарушить наше здоровье и не дай Бог наградить потомству. То есть представьте себе беременную девушку, вот те виды спорта и те виды отдыха, которые ей неприемлемы, вот будет проходить по этой карте. То есть это неспешное движение, это осторожность, это продуманность, это какое-то планирование. Конечно, упор на тело, если мы говорим о саморазвитии, то, что ты можешь создать с помощью физических упражнений, то, что ты можешь создать осязаемое. Мы не говорим сейчас об интеллекте, это проходит по другой стихии. Мы говорим сейчас о том, что в саморазвитии стихии Пентакли, стихии Земля и по императрице проходит то, что мы можем осязать, то, что мы можем потрогать, увидеть, оценить. Это наше тело в большей степени. И вот как раз саморазвитие, культуризм, занятия спортом, которые созидают наше тело в большей мере, это будет идти по императрице, ну, в отличие от, я уже сказал, экстремальных видов спорта. Помощь, вот прямая помощь по этой карте, если мы говорим о, опять же, каком-то саморазвитии, во-первых, вот прям по этой карте, в отличие от обычной императрицы Уэйтовской, вот здесь прям помощь налицо, конкретные физические действия, которые ты можешь произвести для того, чтобы разрешить ситуацию, помочь человеку, в целом создать какие-то благостные условия. По императрице будет такое вот проходить, ну, где помощь, там и забота, в принципе, два синонима, и стабильность. Если мы говорим о каком-то саморазвитии, то это что-то будет медленно происходящее, комфортно происходящее, это не будет умырительная работа над собой, не будет ломания своего сознания и головы, это скорее такие какие-то будут комфортные, стабильные, не знаю, там курсы, погружение, ну, то, чтобы в себя, это больше, конечно, по отшельнику будет, такое что-то поверхностное, да, без того, чтобы сильно там себя прям напрягать, ломать какие-то свои стереотипы, нет, должно быть комфортно, должно быть удобно, легко, приятно, созидающее при этом обязательно. Так, ну, что, пожалуй, пожалуй, на этом и все. Здесь у меня есть еще парочку моментов, что я выписал, божественная природа, такие собирательные образы, мать природа, великая мать, мать мира, царица небес, небесная любовь, Венера, это просто набор слов, но по большому счету, слова-синонимы, которые на сегодня уже можно в колоде ты рот назвать императрица, ну, а за этим образом мы понимаем, что стоит у нас некий собирательный образ тех, богинь, тот пантеон, который связан у нас и с природой, и с плодородием, и с приумножением, с ростом, с развитием. Кстати, если несколько поговорить о перевернутых значениях карт, то несложно представить, что это какая-то негативная сторона, например, данного конкретного персонажа. Когда я уже говорил о том, что она пришла к своему отцу-фараону, и вот у них состоялся некий диалог, мол, давай, мы в будущем сделаем вот этого маленького мальчика наследником крестола, то с одной стороны это какие-то благостные действия, ну для кого? Ну, например, для самого Моисея, ну и для нее, это же ее желание, она же почему-то захотела сделать. Но с другой стороны, это может быть какое-то злоупотребление ее положением, как императрицы, как дочери фараона. Это может быть как некое какое-то коварство, опять же, пользование, простите, пользование своим положением в том смысле, что ты можешь воспользоваться какими-то женскими своими чарами, на что-то надавить, как-то намекнуть, незаметно, это будет мягко, это будет комфортно, ты порой можешь даже и не почувствовать, что это произойдет, но это вполне может быть. Конечно, по этой карте также могут проходить и мамы, и жены, в редких случаях это может вымерить по какой-то второй женщине, но в любом случае это будет значимая в жизни человека девушка-женщина, которая занимает ведущую роль в каких бы он не был, в каких бы формальных отношениях он с ней не состоял. Если поговорить, вот опять же, глядя на слова, в негативном значении, ну предположим, если мы говорим о моде, то мы понимаем, что в перемертном значении мода это будет уже перебор. Перебор, либо недобор. Перебор в случае, предположим, если человек в своем желании следовать моде начинает из нее выбиваться. Как я уже говорил, мода это одновременно и нахождение на гребне волны, но ты не должен быть там одинок, ты не белая ворона. Это какая-то стайка, это группа людей, которые придерживаются этой моды, но ты не должен выходить из нее, выбиваться. Если будешь выбиваться, это уже будет перевернув значение карты. И неважно, насколько это твое выбивание в данном случае оправдано с точки зрения логики или чем-то продиктовано. Также может быть, конечно, и недобор, когда человек, ему, может быть, исследовало бы чуть больше позаботиться о своем гардеробе, но он этого не делает. Ну, это такие, наверное, какие-то совсем бытовые значения, которые крайне редко могут встречаться, особенно, если мы говорим о чувствах, а вот больше про эмоции, там, где всплывает забота, где всплывает домашняя гармония, то в перевернутом значении тут уже не то, чтобы императрица становилась императором, но она может недобросовестно, например, выполнять свои какие-то домашние обязанности. Понимая, что она находится в положении императрицы, ну, вот в этой карте, но, тем не менее, всегда, можно вспомнить какие-то фильмы, может быть, перегиб палки, когда человек в буквальном смысле не хочет вставать со своего места, желая, что вот с этими апохалами ходили день и ночь над нею, виноград ей прям мыли и подавали прям в открытый рот, то есть это уже будет, ну, и такой гипертрофированный создал образ, но представьте, это перенесите на образ современной женщины, девушки, жены, которая находится в тех условиях, когда она вполне себе в праве и может вести вот такой вот комфортный образ жизни, то ли ввиду, может быть, действительно положение, хотя, ну, это сложно представить абсолютно для современных женщин, но это можно вполне себе легко представить какой-то конкретной ситуации, когда человек всем обеспечен, у него создан комфорт, какие-то условия, и он начинает этим злоупотреблять, не желая выполнять даже какие-то маломальские физические действия дома. Я не говорю о том, что убирать, если на то есть прислуга, но я говорю о том, что даже и следить за собой, не говоря уже о том, чтобы, например, помогать мужу. Такая вот перевернутая императрица. Ну и, конечно, очень часто перевернутая императрица, если мы говорим в прямом значении о браке, в перевернутом может указывать на другую женщину. Ну что же, мне кажется, что я сказал все, что хотел сказать. Единственное, что еще бы немножко вас сейчас погрузил вот в такие гравюры, которые я понаходил. Ну, это та гравюра, которая, собственно, с которой и взята вот эта карта. Она выразила фрагментарно, и мы понимаем, что это часть картины, часть целого. Видим, что здесь главным героем все-таки является для большинства, на веревь взгляд, Моисей. Но мы понимаем, что если бы не та самая бифия дочь фараона, то не было бы спасения. Вот такую я нашел картину, она больше похожа на фреску, и здесь имеется такой собирательный образ, где мы видим и маму, родную маму Моисея и его сестру. Видим мы потом, как кто-то этого младенца достает из воды. Видим три подружки на берегу, ну и то, как дальше развивались события в Египте. Более поздние художники изображали уже дочь фараона и его понруг вот в таких деяниях эпохи Возрождения явно с каким-то определенным намеком и прицелом, да и в целом весь пейзаж он такой, я бы сказал, средневековый. Если бы не снизу подпись о том, что это Моисей спасенный из воды, то и не скажешь, что эти события происходили до нашей эры в Древнем Египте. Вот тоже еще одна картина, где девушки в пышных платьях, как будто бы они не на природе находятся в Древнем Египте на берегу Нила, а вот только что сошли с танцевального паркета и выглядит вот так. Не хватает им только зонтов, которые бы закрыли их от палящего египетского санкца, но об этом художник не подумал. Вот красивая картина, на мой скромный взгляд. Здесь больше передан дух самого Египта и это прям картина, которая могла бы стать даже картой, если бы она была расположена в вертикальном больше значении. И я не говорю в колоде дыра в целом, потому что здесь присутствует ряд символик и эмоции живо переданы нашей главной героине Бифии и видно сестру Моисея, которая прячется в зарослях, наблюдая о том, как же какова же будет судьба Моисея. Видим и цветки лотовса, которые растут из воды, эти самые кувшинки и в целом вода, которая нас отсылает дополнительно к эмоциям, к чему-то такому женскому, несмотря на то, что императрица напоминает у нас мать-земля, но тем не менее все, что касается женской природы, мягкости, мы понимаем, что это больше стихия воды. Все такое обтекаемое, гибкое, обхождение углов, закругление, принятие любой формы, фламинго, ну, в общем, здесь все говорит и дышит древним Египтом. Вот тоже картина, которая показывает также нахождение Моисея, где, кстати, присутствует и птица, я могу ошибаться, не селен в орнитологии, но похоже на ибис птицу, которая как раз и является, то есть она птица подземного царства мертвых. она присутствует, если мне помнить, не изменяет на карте звезда, но может быть это не ибис, может и какая-то цапля, давайте не придираться к моим словам. Вот совершенно потрясающая картина, возможно написана маслом, здесь живо пририсованы лица людей, здесь видно императрица во всем ее величии, она не то чтобы своими ногами идет, она прям ее несут, видно богатство и ее одежд, и в целом окружение, море цветов, все это сильно подчеркивает и женственность, и ее красоту, ее молодость, и она, несмотря на все это, ее взор обращен на ребенка, она смотрит на то, на этого младенца, на это чудо, которое явилось ей, она не имеет своих детей, и вот Господь ей посылает ребенка, которого она может вырастить как своего сына, несмотря на все это окружение, которое у нее есть, повторюсь, что она императорская дочь фараона, но не это главное сейчас в ее жизни, а главное то, что она стала мамой в одну секунду, кстати, помните, да, Ренутутет является также богиней судьбы, удачи, счастливого случая, чем это несчастливый случай нахождения ребенка, причем, если мы представим, что она смогла с ним сохранить хорошее отношение до конца своих дней, то это ребенок, которому можно гордиться, ребенок, который стал в итоге величайшим человеком, стал пророком, смог вывести евреев из рабства, ну и в целом совершить те все чудесные знамения, которые, хоть они были ужасны и печальны для египетского народа, но они были кармическими для них же самих. Тоже такая вот картина скорее изображающая средневековье, здесь и собаки уже появились, и одежда, и рыцари, ничто не говорит о том, что здесь изображен Египет, не кожа алебастрового цвета этих девушек, не отсутствие головных уборов, но так художник видел, имеет право на жизнь. Это, возможно, современная картина. Здесь девушка самостоятельно находит голубоглазого блондина, подплывшего к берегу. Красивые цветы лотоса. Видно и сестру, хоть она визуально как египтянка выглядит, но это сестра, которая прячется и наблюдает за судьбой Моисея, как же она сложится и что с ним будет, будет ли он спасен. Кстати, обратите внимание, что у этой девушки головной убор, у этой бифи, дочери фараона, у нее головной убор, который как раз визуально, я могу ошибаться, но очень похожий, вот головной убор, который, как у Рену Тудет, он со змеей. И частично это может отсылать нас снова-таки к ней. и вот такая гравюра из вот этой библии, пересказанной детям старшего возраста. здесь даже указано авторство гравюр и гравюры иллюстрации Шнора. Шнор такой вот человек. Здесь целая сцена изображена, видно, что присутствуют какие-то и музыкальные инструменты, слуги играют, видно и саму принцессу, потому что у нее небольшая корона на голове, она склонилась над корзинкой, корзинку, судя по всему, держит как раз еврейская девушка, сестра Моисея. И в целом во всех этих картинах, в большинстве из них передано то глубокое чувство какой-то женственности, одновременно красоты. Вот если смотреть мужскими глазами, забыть о том, что здесь изображен ребенок, то она выглядит очень сексуально, она выглядит необычайно красиво, естественно, природно, женственно, в конце концов, но при этом она также в один момент становится мамой этого ребенка, соединяя в себе два. И мы помним два образа, два женских образа, и помним, что она одновременно и сама является также дочерью, как третий образ. Да, как богиня-жена, богиня-мать и богиня-дочь. Да, вот то, что я хотел подчеркнуть, везде видно ее, ну, на многих картинах такой прям благоговейный взгляд на самого младенца устремленный, и видно, что она это почитает за некое божье привидение, за чудо, что наконец-то у нее теперь есть собственный ребенок, о котором она, возможно, долго молилась и мечтала. К сожалению, качество гравюры Гюставо Доре не передает, я понимаю, что в оригинале эта гравюра выглядит лучше, но это самая лучшая качество, которую я смог вытащить из французской Библии, и здесь черты лица, они несколько скрыты. Ну что ж, вот, пожалуй, и все, что я хотел бы сказать по императрице. Если так подытожить, то можно, конечно, всецело соотнести с императрицей Уэйтовской. В чем-то она чуть полнее открылась в том смысле, что мы понимаем, у нее есть ребенок, мы смогли о ней конкретнее полнее узнать, как о персонаже существа вашим, о том, на что она способна в тех или иных каких-то действиях, о том, что здесь, конечно, собрано все женское, материнское, естественное, природное, богатое, удачливое, такой вот большой собирательный образ богини Ренатутет, в том числе и Тормутис, по-моему, да, второе имя греческое. Ну, пожалуй, на этом все. Тогда всем спасибо, кто меня смотрел. До свидания. До свидания.